С 13 по 19 августа проводилась акция «Карусель добра», приуроченная ко Всемирному дню гуманитарной помощи, которая имеет все шансы стать традиционной в городе Новошаптинске. Увы, проблема малобеспеченных, социально незащищенных, многодетных семей так и остается актуальной. В меру своих возможностей молодое поколение города старается помочь детям и их родителям. Мероприятие не первое, как показали уже раньше, как это все было, что действительно дети нуждаются, они очень благодарны, потому что родители, к большому сожалению, не имеют возможности обеспечить ребенка полностью. Да, покупают, но это самый минимум. А мы просто помогаем, делаем такие маленькие подарочки, приносим радость детям. Уже совсем скоро начнется новый учебный год, поэтому в составе подарков предметы, необходимые школьникам, а также машинки, куклы, мыльные пузыри и прочие полезные, приятные мелочи, на которые часто просто не хватает средств. С этой почетной миссией ребята отправились в дорогу. Первый адрес – поселке имени Горького. Группа поднимается по узким лестницам дома, но, увы, адресат отсутствует. Следующий – по улице Радио, и здесь неудача, семья успела переехать. Третий в списке числится семья из поселка Самбек. На встречу молодогвардейцам вышла маленькая хозяйка дома – Валерия Ивановна. Она уже второй раз встречает у себя ребят из молодой гвардии. Несмотря на юный возраст, Валерия спокойно и рассудительно встретила гостей, представила им своих сестренок и приняла пакет с подарками. А там… 10 тетрадей по математике, 10 тетрадей по русскому. Там шломастеры пачкут, пачкут гелевых ручек привезли, терку, карандаш, линейку. Маме осталось купить меньше канцелярских товаров. А вот Светлана Николаевна Яковлева проживает со своей семьей на Новой Соколовке. И помощь получает уже не первые. Она очень благодарна молодой гвардии за внимание и посильную помощь. Но все же с большинством проблем ее семья вынуждена бороться в одиночку.